Сегодня мы проведем набор тестов на рисование узлов клея для керамической плитки, чтобы определить прочность узлов клея для керамической плитки с добавлением целлюлозы. Цель этого эксперимента – проверить обычную прочность сцепления при растяжении клеев для керамической плитки на цементной основе. Номер испытания. ИДИ 2 миллиарда 20 20 106, испытательная среда, 23 градуса Цельсия. Влажность 52%, скорость циркулирующего ветра менее 0,2 метра в секунду. Испытательное оборудование. Электрический съемник для склеивания CD10, съемник 50 на 50 миллиметров. Электронные весы, коробка для отверждения при постоянной температуре и влажности 40 B. Смеситель для резинового песка JJ5. Первый шаг. Подготовка теста. 10 штук. Бетонная плита размером 400 на 400 на 40 миллиметров. Одна штука. Второй шаг. Приготовьте клей для керамической плитки в соответствии с соотношением. На этот раз мы используем целлюлозу и латексный порошок ИИДА. Третий шаг. Приготовьте клей для керамической плитки и нанесите его на подложку. И дайте постоять 5 минут. Шаг четвертый. Соединить подложку и плитку. Нажмите и зафиксировать в течение 30 секунд. Шаг пятый. Установить параметры коробки для отверждения. Поместить бетонную плиту в коробку для отверждения. Температура отверждения составляет 23 градуса Цельсия. Влажность составляет 52%. Время отверждения составляет 27 дней. Шаг шестой. В антибетонную плиту соединить тянущую головку и плитку и дать ее в постоянные на 24 часа. Шаг седьмой. Соединить тянущий инструмент и тянущую головку. Установить параметры вытягивающего прибора и начинить испытания на вытягивание. Наконец, тестовые данные выглядят следующим образом. Выводы теста. Клей для плитки соответствует стандарту G547-2017. Следуйте за Ида, чтобы предложить вам более практичные и интересные эксперименты с целлюлозой. Редактор субтитров А.Семкин